В школах и детских садах Чебоксар продолжается капитальный ремонт. Начальник городского управления образования Дмитрий Захаров проверил, как продвигаются работы в школе номер 31. По встрече приняли участие и родители. Напомню, в текущем году обновятся 11 детских садов, 7 школ и 2 лагеря. На эти цели государство выделило свише 771 миллиона рублей. Покрасить, починить, где-то что-то заменить. По мелочи все, что видела эта школа. С 1966 года, как построили, капитального ремонта здесь не было. Износило здание на 62%. Теперь же из старого здесь останутся только стены. Сегодня с инспекцией родительский комитет. Сегодня пришли посмотреть, как проходит ремонт в нашей школе. Долго ждали ремонта нашей школы. И каждый день следим в интернете за ремонтом, за продвижением, как работают строители, как проходит ремонт. Народа много, строителей много. Очень устраивает. Надеюсь, что в ближайшем, в скором, ближайшем будущем наши дети сядут за парты, за обновленные классы, в обновленную школу. На ремонт этого учреждения выделено почти 112 миллионов рублей. На сегодняшний день половина работ подрядчикам выполнена. Заменили крышу, обновили систему отопления, водопровод. Установили новую электропроводку. Сейчас ведутся внутренние работы. Благоустроят и территорию школы, площадку для мини-футбола. Пока все идет согласно графику. Работы должны быть завершены до 1 ноября. Первую четверть ребята проведут в другом здании или дистанционно. На сегодняшний момент рассматривалось как дистанционное обучение, но почти по всем школам на сегодняшний момент мы рассмотрели разные возможности задействования близлежащих образовательных объектов. Это и республиканского подчинения. Для того, чтобы наши школьники, в первую очередь это первые классы 9, 10 и 11 были охвачены очной формой обучения. К слову, в администрациях уже отремонтированных школ и Чуварского госуниверситета готовы приютить учеников из 31-й. Екатерина Шиверова, Алексей Зотиков, Игорь Зверев, Республика.